Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о самом мощном смартфоне этого года. Да, думаю этот девайс мало кто сможет превзойти, во всяком случае в этом году. Так, Vivo X100 Pro получил самое мощное железо в мире, очень много памяти, продвинутые топовые камеры, отличный экран, хорошую автономность и на удивление адекватную цену. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику из Китая и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так, тут я вручную мониторю, отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Да ребят, такой жаркой осени не ждал вообще никто. Да, как бы многие проручили новенькому Snapdragon 8 Gen 3 2 миллиона очков в Antutu и хороший прирост производительности в сравнении с предшественниками. Но он набрал больше и на первых тестах OnePlus 12, который кстати выходит уже очень скоро, а также в Xiaomi 14, который уже продается, смог набрать около 2 миллионов 100 тысяч очков. И в сравнении с предшествующим Snapdragon 8 Gen 2, который набирал на максималках около 1 миллиона 700 тысяч очков, действительно показал отличный прогресс и выдающийся рост производительности между поколениями. Я бы даже сказал пока что один из лучших скачков драконов, главное чтобы девайс не сожрал троттлинг и перегревы, но об этом мы уже скоро поговорим в отдельном тестовом видео. Кстати, Xiaomi 14 я уже заказал вообще каким-то лютым диким чудом не в Китае, а у нас в местном магазине, где обычно выхватывают самые диковинные смартфоны для обзоров, эксклюзивчики и все в этом духе. Правда, справедливости ради, встречаются они не всегда, поэтому надо постоянно чекать и мониторить, но по-другому сейчас и не сэкономить с этими скачками курса доллара. Поэтому всегда перед покупкой, ребят, проверяйте цены во всех местных магазинах и берите тупо там, где дешевле и где вам удобнее, как в принципе всегда делаю я, экономия должна быть экономной. Так вот, все бы хорошо, и Snapdragon 8 Gen 3 можно было бы назвать самым мощным чипом в мире, но есть одно но, очень жирное но и высокопроизводительное но. Компания Mediatek анонсировала выход своего топового восьмиядерного камушка Demensity 9300, который уже успели протестировать как раз таки на инженерных образцах новенького Vivo X100 Pro. И там даже инженерник порвал дракона, как стоячего, обходя его на 150 тысяч очков, чуть ли не прирост на уровне другого поколения. Интересно, что будет творить уже серийный образец? Кстати, вы посмотрите, тут только графика набирает под 1 миллион очков, но справедливости ради, у дракона графика тоже недалеко от этих значений. В новом Demensity, как вы можете увидеть, используется одно высокопроизводительное ядро с частотой до 3,25 ГГц. Далее идут еще два производительных ядра, но с частотой до 2,8 ГГц. И уже энергоэффективный ядр для менее ресурсоемких задач, с топовой частотой до 2 ГГц. Компоновка, кстати, очень похожа на драконовскую, но, как говорят инженеры Mediatek, очень-очень хорошо поработали над работой с оперативкой и троттлингом. И чип обладает большей стабильностью, чем дракон, и, как вы видите, большей общепроизводительностью. Но есть одна критичная проблема к 8 Gen 3, так и у Mediatek Demensity 9300. Да, игр под них, к сожалению, нет, как нет игр, которые заставили бы страдать и предшествующее поколение топов. Поэтому, если вы, ну, не гонитесь за попугайчиками в Antutu, то, как по мне, для повседневки и игр хватает более чем Snapdragon 8 Gen 1. Он до сих пор оптимальный вариант высокопроизводительного решения. Но для тех, кто не идет на компромиссы, главные мобильные чипмейкеры готовят самую эпичную битву. Да, блин, какая битва, они даже если будут троттлить, все равно в современных играх тупо упрутся в герцовку экранов. Так что 120 для них это действительно маловато. Надо как минимум 165, чтобы хоть как-то попробовать уловить разницу, да и то в геншике. Только вот Vivo X100 Pro вместе с этим монстром от Mediatek будет устанавливаться как раз таки экран с диагональю 6,78 дюйма и частотой в 120 Гц. Очень надеюсь на 144, но все высокочастотные дисплеи Vivo опять же перенаправят своей дочке IQ. Ноенький 12 IQ как раз таки выходит через пару дней, но уже на драконьем чипе. Так что для раскрытия потенциала ждем топы либо от Asus, либо от Nubia. Ну а так, я думаю, с производительностью и плавностью у Vivo X100 Pro проблем уж точно не будет. Также в нем будет устанавливаться в топе 16 или 24 ГБ оперативки плюс накопитель на солидные 1 ТБ. Питать все это дело будет баночка на 4900 мАч, но я очень надеюсь ребята таки дожмут до 5000, хотя это вообще особо-то и не критично. А также аппарат получит быструю зарядку ориентировочно на 120 или более Вт. Ну и конечно же камеры ребят, тут расклад такой, фронталочка ожидается на 32 Мп, это фирменная черта топов от Vivo, она в целом без особых изменений, но объективно неплохая. Затем у прошки идет набор из таких сенсоров, основная камера идет на 50 Мп, далее идет ширик на 50, затем 50 Мп телевик с довольно нестандартным на 4,3 крата оптическим увеличением и 100 кратным цифровым. А также будет 4 сенсор, но пока что непонятно для каких целей, возможно это будет еще один оптический зум портретник с меньшим увеличением. В целом, ну не жду каких-то супер откровений или прям лучшие камеры среди топов, но опять же, опираясь на опыт эксплуатации смартфона Vivo, камера должна быть действительно хорошая. И повсюду, как я понял, будет еще и оптическая система стабилизации. К дополнительным осуществлениям новинки от Vivo могу отнести свежий 14-й Android, приправленный фирменной оболочкой Origins 4-й версии. Также тут будут неплохие стереодинамики, защита от брызгой пыли, конечно же обновленный дизайн и различные эксклюзивные раскраски. И да, конечно, будет NFC. Что до ценников, то кстати, один китайский магазин слил их во всей красе. Итак, за базу Vivo X100 на 12.256 запросят от 545 долларов, а за X100 Pro уже от 690 баксов. Ну, в целом, как за такую машинку, наверное, ок. Да и плюс ко всему, он же станет самым мощным смартфоном в мире. Ну, во всяком случае, будет им некоторое время числиться, это точно. Кстати, тут еще слили Redmi K50 Pro на Dimensity 9300. Да-да, жара-то набирает обороты. На этом мое новостное видео подошло к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...